Обменяться опытом и расширить кругозор. В Ульяновске проходит 10-й международный культурный форум, в программу которого вошел фестиваль «Японская культурная волна». Его организовали в сотрудничестве с посольством Японии в Российской Федерации. Выставки, мастер-классы и конференции – все о видах искусства и философии страны восходящего солнца. В доме музея Гончарова открылась уникальная экспозиция. Сегодня состоялось здесь открытие выставки, которая называется «Мир японских кукол Кокеси». Эту выставку мы организуем совместно с фондом Ульяновской культурной столицы и фондом Japan Foundation. Выставка только-только прибыла к нам из Димитровграда. Она там находилась с весны до сентября. Упоминание о кукле Кокеси появилось в 1603 году в регионе Тахоку. Хотя историки утверждают, что японская матрешка появилась гораздо раньше. Постепенно деревянная, расписанная красками игрушка стала одним из символов японской культуры. Как и все это фигурка девочки в нарядном платье. Их, как правило, вытачивают на токарном станке из ценных пород дерева. В ход идет древесина хурмы, сакуры и белого кизила. Каждый художник украшает кукол в своем стиле. Одним хочется больше красок и цветочных узоров. Другим живописцам по душе более сдержанный декор. Принято, что в течение одного дня токарь делает, мастер делает куклу. А в течение следующего дня он ее расписывает. И в Японии существует поверье, что если в доме дети играют куклой Кокеси, то боги радуются. На выставке представлены и другие традиционные игрушки. Деревянные барабаны, погремушки и паровозики. Один из экспонатов выглядит особенно выразительно. Это неваляшка с лицом принцессы Дарумы. По легенде, ее лик приносит удачу и защищает детей от злых духов. Наша съемочная группа посетила не только музей Гончарова, но и Центр японской культуры на базе Дворца книги. В аудитории состоялся семинар, посвященный комиксам «Манго». Сегодняшняя наша встреча в онлайн-формате состоится с замечательным, интересным человеком, экспертом в своей области. Это Юлия Александровна Магера. Это основатель и главный редактор сайта «Манго Лектори», который периодически, очень часто проводит конкурсы рисования манги. Благодаря этим состязаниям в России выявляются талантливые художники, которые не хуже японских рисуют традиционные комиксы. Культурная дружба между Россией и Японией не случайна. Две страны связывают успешные инвест-проекты и крепкие деловые связи. Виктория Черкова, Владимир Куликов. Новости Управда ТВ. 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 Новости Управда ТВ.